друзья всем привет меня зовут лёша желтый сегодня мы в несколько необычным так сказать составе записываю интервью я буду находиться за кадром просто засал как всегда и собственно вот все хотел пару слов сказать кто мне пишут предлагает возьми интервью у тех и других я могу вам предложить вы можете сами это сделать и потом мне прислать просто видео мы с вами ну как-то договоримся решим это и он вас обосрет и скажу за говно вы сняли играйте достаточно сегодня никита возьмет интервью саша из группы киксок лог и бывшего вокалиста или нынешнего группы нитки москита кишу бой вот с этого мы и начнем как-то умудряешься главное одновременно играть в кучу групп вернее знаю что не играешь только поешь ну не куча надо на данный момент две группы у меня фреглы которые у меня в этом году 10 лет отмотают начинал я я сам с городу майкопа сроком там не очень но он там все равно есть в определенном смысле там была банда негатив шарага ну это такая мимолетная история ты там играл я там пел я везде пел я ни на чем не умею играть только сочиняю сочиняю тексты и и пою насколько мне хватает способностей а потом я в 2007 году переехал санкт-петербург и практически буквально сразу как переехал там через несколько месяцев попал вокалистом группу нитки я нашел объявление замечательном магазине рок-магазине в питере был на данный момент закрылся каменное солнце если кто бывал там может знать вот и там было просто объявление что группа нитки ищет вокалиста я на тот момент очень сильно увлекался музыкой сейкобили мне это было интересно и тут выясняется что группа нитки про которые я уже там где-то что-то читал знаю ищет вокалиста ну питерский состав ну что группа изначально из витебска из белоруссии вот и таким образом я четыре или пять лет был вокалистом нитки потом одновременно с нитками меня позвали в группу москита тоже сейкобили только более ортодоксальная с контрабасом та была с бас-гитарой и более такая модерновая так скажем со всякими примесями жанровыми а москита это олдскульная прям конкретная сейкобили группа где щелчок на контрабасе ну и группа почет в почете очень у питерской публики андрограундный там 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 еще те дела заставшие вот такой востребованный когда когда группа группа скажем так реанимировалась но это большой знак группа на первой конце собрала 200 человек это так скажем заставляет задумываться до сих пор собирает ничего потом потом у меня нитки потом группа нитки схлопнулась естественным образом как-то все начало это пробуксовывать пробуксовывать и на осколках не так то бишь ушел гитарист остался я басист и барабанщик мы на осколках ниток собрали русскоязычный проект примерно аналогично играть хотели ну и начали только опять же пошло немножко в разные степи стилистические группа назову названы мы назвали группу фреглы ну и собственно она вот в этом году 10 лет ну то есть это по сути это по сути продолжение до не так только с ним немножко большие другу клоном во-первых русский язык нитки были принципиально кроме одной песни англоязычной группой это уже на русском я хотел вообще делать русскоязычные с били проект но чтобы это не было похоже на король ушел ты как на допросе сегодня как бы хорошо спрашивать плохой полицейский вот да потом пару лет назад потом у меня был проект кашвилл бойз это с небезызвестным товарищем мозгом как раз твоего повода с тобой в общем-то и познакомились ну в общем да 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 кашвилл бойз это был такой припанкованная кантри или как как правильно сказать ну да припанкованная кантри наверно так на русском языке приконтронный приконтронный панк да кашвилл бой собственно мы отсылку к тому что джонни кэш на наш взгляд это альтернативный рок-н-ролльщик который там мрачные мрачные темы поднимал мы типа придумали что есть город такой основанный джонни кэшом короче и там соответственно у нас каждой песне практически было слово ножи как ты думаешь саня эта музыка вообще понятно русскому слушателю она востребована у нас или все-таки у нас приоритете для людей другая видишь толпы фанат но если 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 брать ортодоксальная кантри которая там в наш вилле мы как бы и получается антагонисты нэш вилля кэш вилл вот то конечно нас это не может быть популярна потому что там как получается как какая-то ролевая да тема ну да можно так скажем этом в ковбойских шляпах там я обычно хожу в панк шмоте а на концертах кэш вилл бойс вот никита был как минимум раз да получается на выступлении вот он все видел там шляпы там как был ковбойская эстетика все когда как его да ну и там тексты американские шляпы вот да 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 я понимаю куда это отсылка вот а вот пару лет назад вот короче и вот пару лет назад появился кон проект кэш вилл бойс это чистый стрит панк такой с пролетарским уклоном мы себя называем ансамбль пролетарского гнева и кэш вилл бойс кексок лог кексок лог а я оговорился да по моему мне показалось короче не кэш вилл бойс а кексок лог до время дать пинка что в переводе можно кэш вилл бойс сейчас не существует ну есть попытка реоминировать но я думаю нет но мы играем две песни из репертуара кэш вилл бойс уже в более панковом виде в кексок лог расскажи поподробнее про адыгейскую сцену и про то как там почти нет рока и как ты там выживал в таких суровых условиях адыгейская сцена это вообще очень своеобразное явление ну если честно ну если брать как бы то что нас интересует всех зрителей нас с тобой и лёшу панк-рок да то как такового панк-рока и панк движение к там нет но там была замечательная группа слава богу все люди которые мне играли живы-здоровы и что-то они делают и это был первый концерт на который я был вообще своей жизни группа cancer brain я считаю что если бы на тот момент этой группе какой-то промо подгон был бы она возможно бы и выстрелила потому что это вот представь себе те 15 лет ты слушаешь нирванус x pistols exploit ну вот это основной набор видишь это вот это все просто вживую такие же пацаны как ты из твоего города это все играют вот это было конечно впечатление обалденное просто несмотря на и еще плюс то что такое то я прошу прощения сделаю самолет вот короче да это было впечатление потрясное абсолютно в первый флэм все короче и я погрузился полностью плюс к этому человек который в этой группе пел дима филиппов фил он один из самых мощных меломанов коллекционеров музыки вообще в майкопе просто у него шифонер такой открываешь 200 он всем давал послушать я у него все что вы все все почему центром притяжения я все почему я на тот момент голодал чего у меня не хватало что я хотел найти я все нашел у него это без всяких интернетов а так сами они что играли ну панк панк кроссовер наверное такой англоязычный очень качественно кроссовер широком смысле типа много жанров пример ну гранж гранж панк рэп корчик ну все что тогда было популярно и полный фьюжен но при этом это все драйвово мощно блины они были очень свою доску ребята короче несмотря на то что я был достаточно их младше они там на 10 12 лет уже были старше все это уже такие достаточно олдовые типы были на тот момент но они так раздавали что вот чуть попозже но это уже после армии я в 2000 в 2000 году по 2002 служил в армии и уже когда потом вернулся я познакомлю встретил своего старого кореша и мы с этим старым корешам у него был какой-то набор песен и мы с ним замутили группу которая получила название негатив шарага я не могу даже как бы объяснить что это вообще за название шарага это чисто местная местная тема шарага это вообще называлось типа пту у нас на на жаргоне у нас нет ну наверно наверно я не знаю что такое шарага саня в общем мы поняли ты такое как старый наверное опытный не формал скажи вот когда тебе перевалило за определенный возраст не столкнулся ли ты с тем что за этот путь который ты выбрал путь музыканта путь не формала подумал пишем измазан ков но мне подумали ты что ты вот какой-то вот тупик зашел логически что двигаешься уже по инерции вот по этой дороге или наоборот все классно все круто и знаешь я так скажу мне сейчас 40 лет и я считаю что сейчас только все начинается у меня как как у творческой личности я себя только сейчас осознал в качестве в каком-то как а как вокалиста например потому что свои записи слушая даже тех же самых не так но у меня немножко уши в трубку потому что но петь я ну просто определенно не умел на тот момент сейчас я сейчас я относительно того умею вот поэтому ну нет при а на альбоме на альбоме все видно потому что на альбоме никаких правок например моего моего голоса нет как записано так записано вот вот это известная фраза что рок рок-н-ролл это удел молодых ты согласен с ней конечно да но блин молодые бывают ленивые которые к сталкиваясь с какими-то трудностями сразу пасуют я не вижу никаких трудностей надо просто делать и все нравится и нравится этой серии как и знаешь спрашивать тому какого-то писателя типа что там надо писать не писать он горит если можете не писать то не пишите то ну да но у нас есть целая куча примеров кто занимается там альтернативная музыка панк-роком блин 40 50 лет некоторые уже я просто просто назову элементарные гиппопа который мне кажется самый старый панк-рокер который до сих пор играет концерты даже записывает альбом и ему ничего не мешает конечно это уже наверное не панк-рок вот но тем не менее сбросить со счетов и гиппопа просто невозможно хорошо вот ну хорошо группа тараканы к примеру да вот дмитрий как раз перевалил да вот этот сорокалетний рубеж приближается к 50-летнему и группу он свой закончил хоть он и говорит что по другим причинам но и в до этого мне кажется у них какой-то творческий кризис намечался то есть видишь уже люди таким годам уже все что могли сказать я думаю что дима попал в определенные обстоятельства которых неприлично сейчас слух говорить наверное вот поэтому тут тут вопрос то не к нему конкретно как творческой единицы там какой-то к обстоятельствам которые его окружают и мне у меня к тараканам и к четырем тараканам никаких претензий нет это по сути первая русскоязычная панк-группа которую я воочию увидел в программе до 16 и старший испытываю только пиетет к раннему творчеству поэтому как бы я ничего плохого не могу сказать это уже вопрос вкусовщины вопрос там интернет в этом плане очень сильно испортил все начали свое мнение высказывает как бы раньше был показали диму спирина в до 16 старше все то есть слова надо письмо ему написать вот да ему говори смотри ты говоришь претензий к диме нет а кому у тебя есть претензий никому меня нет претензий каждый делает в меру своего понимания и способностей и ощущения на данный момент все хер с ним со спирином меня есть более такой вопрос который будет интереснее вот ты наверняка на историческую родину свою вадыгею ездишь езжу да как там сейчас стоят дела с сроком даже с музыкой с музыкой майкопе и вадыгеи в частности дела обстоят никак все осталось на том ничего ничего просто нет ничего я застал последний вот перед уездом 2005-2006 год какие-то были движухи какой-то концерт там я там даже пытался вывести там все всячески старался там что-то делать ну то есть я как бы не то чтобы чувак такой как бы откуда они откуда в майкопе я тоже делал какие-то дела там связаны с музыкой играл самый пытался что-то там что-то делать не нужно вернуться и нет там просто негде это реализовывать вот вот в чем дело а сам не в обиду жителям адыгея я вам они не могут обидела ситуация не могут обидеться они знают что они не под рока нет нет а так если если просто про сам город он прикро прекрасен и вообще на самом деле за последние три-четыре года очень сильно похорошел там руководство поменялось и бухивает деньги не кисло вообще в улучшении облика город но не в рок но не в рок но не в рок но театры театры и прочее там все нормально но рок-музыки в адыгее нет да это можно констатировать сухо просто вот просто рок-музыка не существует в майкопе и как бы бард бард сцена существуют там какие-то фестивали а вот рок не знаю лет десять наверно там не происходит сколько человек можно собрать там на концерт ну допустим а что я знаю лет пять назад моя знакомая привозила группа афинаш например ну просто и группой она сейчас довольно известно я помню такая ну они такой типа русский рок до игра ну просто это просто самое яркое событие за последние пять лет вот группа афинаш девочка сама взялась энтузиаст их привести она и нравится ну вот эта группа собрала там 50 человек играть даже негде там даже не даже залов просто не пизды за неформальный нефорский вид можно в майкопе сейчас уже нет там сейчас адыги сами похлеще меня выглядят как вот с лгбт повесткой то есть они отличный вопрос а когда я начинал быть юным неформалом лгбт повестка существовала в лице двух человек которые все знали вот они были причем кстати нормальные чуваки абсолютно то есть вот а как какая лгбт повестка может быть вадыгей мусульманской стране в республике точнее какая выпадает возможно лгбт там расшифровывается просто каким-то другим образом там не знаю когда же вот но то что имеем ввиду мы сейчас конечно такой никакой там повестки нет вообще там народ малый не обиделся никто местное коренное население пьет слушай но адыги они я думаю что все таки они тут в определенном смысле вот эти все дела мусульманские у них ты сам знаешь наверное что не очень приветствуется непотребный однако мы видим же дайка примеры обратного ожидаешь вам бы наверно не отдали с гандфайтерами поехать в адыгее в майкоп поступать пьют не пьют в мечети там сыграть на нет ни на самом деле майкоп по сравнению с тем когда я там жил он стал очень спокойнее культурнее все остальное там молодежь даже адыгейская на самом деле вот сейчас поездив по поездив по периферии молодежь внешне ничем не отличается не от питерс не от московской все одеваются одинаково все с длинными волосами все там с пирсингом с каким-то с татуировками это просто благодаря интернету что раньше адыги ничего не знали это поэтому пытались пытались всем навалять кто им не нравится внешне а сейчас они все знают и как-то для них это нормально то есть показывают же там интернете блин там ходит с волосами там вот мы как-то помню с приятелем он тоже живет в новороссе короче новоросс один из самых прогрессивных городов в красно-норском крае ну уж как минимум был тогда вот из-за того что порт и там извините салфлай выступал вот мы с ним как-то приехали и получается одновременно майкоп встретились мы идем по главной улице красной октябрьской видим такого чувака он идет такой весь на металлическом шмоте косуха такая у него волосы вот так вот распущенные длинные длинные волосы развиваются развиваются и мы такие смотрим на него переглядываемся я говорю макс дадим мы с тобой мы с тобой десять лет назад десять лет назад прошли бы по центральной улице в таком виде долго мы бы попрошли мы так по улыбались как бы мне это при это приятно осознавать что все-таки эволюция какая-то сознание человека происходит но мы что-то очень много об этом уже а вот межнациональные отношения сейчас тоже все помягче ну тогда просто они просто вообще не понимали вообще этого волосатый равно пидор там и все такое то есть у них не было какой волосатый плюс плюс пидор равно дать пиздец не навести его национальные а просто какая-то социальная так скажем нет нет они стали более культурные это эволюция эволюция просто сегодняшнего времени социально русские местные стали более культурными русские местные вообще всегда были нормальные на самом деле там все все классно у вас баны вот скинхеды были это все в краснодаре это все в краснодаре я застал за застал то время когда не было в краснодаре вообще не такого слова бон это во-первых надо признать сугубо наверное все таки столичные вещи бон вот это вот ну да да там бы там было там были просто как бы фашики мало образованные ребята которые ходили там в подкатанных штанах там в какие-то ботинках и все это дело там покрывал тогдашний губернатор кондратенко но это бы это была жесткая тема на самом деле очень жесткая тема я некоторые моменты страшно вспоминать если честно я просто когда тусил ты наверняка никита знаешь такое движение автономное действие и несколько активных людей которые писали в автоном там кабана с баррикада они были как раз краснодара вот я был с ними знаком и общаясь с ними невозможно было не видеть этого всего и не сталкиваться с этим они были просто для вот этих вот типов просто враги номер один как красная тряпка буквально красная тряпка вот черно-красная тряпка да вот жестко было жесткая на первые концерты ну первый первый концерт на которые ездил то было байк-шоу там была просто полностью правая охрана например безопасность и ранее шнеки короче и ранее шнеки да и ранее ранее шнеки и тамошний он наверное до сих пор существует правый мото клуб blacksmith вот они собственно рулили всей темы у тебя здесь паук ты сейчас станешь питером паркером убежал паук паук сразу целует хотел сказать кусает не питера паркера человек славится питером паркером не человеком хорошо не пидором вот у меня вопрос немножко тоже по этой теме но более такой актуальный 22 октября будет концерт который уже успел ну наделать какого-то миндрейтер сапурген этот уже тоже успел наделать благотворительный концерт на котором я не данную помощь донбасса там вообще мирных жителей донбасса вода и сейчас понимаешь пошла такая тема что все друг другу там ты я ему обещал что не будет вопросов про политику пошла тема ну и все вот друг друга пытаются назвать и уличить в фашизме и вот даже в нашей да небольшой вот этой субкультурный скажем так прослойки уже тоже какие-то множественные расколы произошли вот как ты считаешь если ты слышал про этот концерт не я слышал про этот концерт да только они поняли там не написано на афише где он будет происходить то просто написано кто будет играть пока не вход сколько стоит да я видел там состав я я вообще к этому отношусь крайне скептически потому что субкультурные вот эти все дела блин они касаются 300 человек на всю страну и как бы из-за этого там чего-то там себе ломать голову там да то или не то и там это но это смех про я но я же говорю я видел и ранежников я я не видел банов я видел и ранежников это блин взрослые мужики которые блин готовы ли тебе были просто череп проломить потому что им не нравишься как бы у них никакой мотивации вообще не было там политической они просто ну упыри и конченые вот и все но ты как считаешь стоит собирать гуманитарную помощь мирным жителям донбасса ну мне кажется наверное это хорошее дело в любом случае собирать помощь хорошее дело абсолютно ну вот и все если они собирают помощь действительно все поэтому все кто против и бляди официальное обращение к администрации паблика панк и скинс да вы бляди не не я я ничего в маске сидит поэтому на какой станции метро кто я живу меня все знают что меня скрываться я не скрываюсь ни от кого поэтому как бы хотели со мной поговорить приходите у меня у меня рыло как хороший повод людей на концерты приглашать на всех новой обуви за приходите моем как ходить и ублюдки мы вас ждем только билет купить не забудьте нам будут нужны ножницы скорее на на этой хорошей ноте мы пока сделаем небольшую паузу те вопрос как к старому сайкобилу была такая тема что в москве в свое время все сайкобили группы так или иначе были на нацистской теме повязаны ну быдло нацистской теме сейчас ситуация справляется когда-то давно я был в питере и там на писке не помню из какой группой короче парнишка вот и он там звал на свой концерт и сказал что в питере все совсем не так это действительно так питере все совсем не так во первых наверное как вот у кирилла ермичева ты наверняка читал книгу русская псих атака прекрасная книга на мой взгляд ее ругают но и ругают потому что ругают те кто в этой книге упомянут там наш барабанщик там ничего обидно сам сам самый прикол в том что один из самых активных барабанщиков сайкобили сцены питера боря шейнман борис мика шейнман который играет со мной во фреглах и в москита играл и в общем-то у меня туда и позвал ну вот вот парадокс да есть более борис михайлович шейнман мы в шутку говорим в той лидеры еврейско-фашистского подполья петербурга про правые сионисты вот я все это все это прекрасно знаю но вопрос в том что я четко для себя разделяю это и музыку вот и если я играю сайкобили меня это не делает каким-то правым и блин я не друг тем людям которые которые при приверженцы не друг просто ксенофобии так скажем разных форм получается психобили это не как панк-рок что это больше какая-то сайкобили ну психо меня на кстати нравится психобили больше на панк визе на панк визе был вопрос я с команды из 3 interesting панка я там же пишу вот иногда с команды interesting панка играл и я вообще из всей команды только знал ответ на эту потому что никто и в пиджи не слушает а я с ними общаюсь дружу и мне не бывший басист сводил альбом женя руль привет ему кстати большой вот это не делает меня таким вопреки мнению некоторых людей что думаю если ты играешь значит значит ты вот такой нет и если европейскую сцену посмотреть тот же самый и рычайших представителей мэдсин например пидбуль фарм вот я как раз хотел сказать пидбуль фарм это вот такое типа клякса на лице на хорошем лице сцены ну чего там а как им можно открещиваться с вашим скажем так с группы из питера ментрейтерс которые играют психобили и за которыми по каким-то причинам ну при причин множество на самом деле ну и там публика была такая пятая колонна пятая колонна название самого просто так что ли вы назвали бы не октября то все понятно пятая колонна ну блин ребят сейчас у нас пятая колонна другие я на самом деле на самом деле вообще группе группе ментрейтерс нормально отношусь к их музыке мне нравится альбом 96 года на плане музыкальном плане того в том времени очень круто все было мнение мне не нравится более позднее мне нравится вот до 96 года и первый альбом где еще контрабас с бас-гитары мне нравится в 96 год в принципе больше нет и с багарадом я знаком нормально общался это вопросы сугубо лично к людям как бы я я тут чего я могу сказать это их тема в питере этого явного нету во всяком случае ну то есть если я в москве играю на концерте и люди в чаек показывают во время каких-то исполнений письмо показывают ну чаек вот там чайки чайки там чайки вот это смотрите чайки летят ну знаешь ты это выражай на превью ставь чайка чайка по-английски сигал 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 вот эта тема ну знаешь как бы вот там чайки летят как бы косяк чаек вот это их тема они такие бублики едят а я ем бублики другие вот собственно вот я могу по этому поводу сказать другой стороны вот сейчас вот эта повесточка так скажем европейская что про нее думаешь это оголтелая толерантность подмена понять я я нет я ну как бы ну я даже не знаю как тут ответить то однозначно потому что я за трудовой народ у трудового народа у трудового народа есть определенные моральные ценности все-таки вот мужик дулин например пусть он работает в челябинске на дилетейном заводе но он не наш человек все-таки и и опять же ребята я не буду не буду ходить там никого щемить каждый 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 как говорится своей в своей теме варится и в своем уровне своего развития все воспринимает поэтому но в питере в этом плане конечно попроще там люди из-за того что бабушка дедушка пережили блокаду как-то стрёмно вот так вот прям активно но конечно и не без этого поэтому тут тут очень трудно говорить я не привержен из никаких ультраправых вообще течений совершенно на я наоборот и поэтому для меня это вообще странно в мэтт-син вокалист турок в некромантикс топовой группе вокалист сирийц по моему там но багара тоже как бы тоже писал что он еврей на заборе тоже пишут когда они писали вот это вот такой там у них длинный пост вышел по поводу того что мы там не правы и так далее вот как раз этого началось что я как бы вот я со стасом имел общение личное я даже присматривал за его детьми и когда он там выступал на фестивале окна открой и в разговоре со стасом лично у меня ничего подобного и про не звучало окружение которое там было ну блин это наверное кажется скидка на время тогда же на любой концерт мне кажется но почти на любой куда ни приди везде будет такое окружение это связанные можно и про гражданскую оборону сказать меня 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 просто почему почему я руслан говорил что правые на его концерт не ходили но врет я видел сам лично это я был пока по молодости то мне меня удручает в сайкобили сцены сцене питера не этот момент даже меня им удручает то что в в публике которая ходит на сайка ракобили и около концерт всякий серф там вот это все ходят одни и те же люди так тусовка для очень узкого круга лиц вот и молодняка там молодой крови она уже не поступает туда лет 10 не кажется тебе в этом ключе что сайкобили уже такой мертвый жанр ну в россии скорее всего до старых мужиков в россии скорее скорее всего да хотя блин туда все равно есть молодые музыканты которые например мы женя мой напарник во фреглах мы нам два вокалиста женя красов он играет собственно практически наш басист играет на контрабасе наш барабанщик играет на барабанах гитарист из другой тоже да и угадаю играет на гитаре играет на гитаре да это влад вот они играют олдскульная сайкобили роад спайс группа это я просто в восторге ходил несколько раз и вообще только удачи желаю сань какие бы вот люди которые вообще совсем знакомы с этой сцены какие бы группы ты еще посоветовал в таком жанре о котором мы сейчас разговор это знаешь если если в этот в это честный наши 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 отечественные но в москве однозначно лучшая группа который играет сайкобили таскет бились однозначно самые самые профессиональные музыканты ну я со всеми играл в принципе когда у меня были нитки и москиты я со всеми играл очень замечательный вот кстати то это надо обязательно сказать мы играли концерт с группой болох сквивз это сейчас там играю вот барабанщик у меня нравилась одна песня у них как минимум щитмен нет нет ну короче не суть была группа болох сквивз там играли 3 это не у них была песня приди ко мне моя сестра нет это сквикс сквикс это питерские ребята сестра моя сестра там да 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 вот мы играли в клубе демократия это прям возле цирка на цветном бульваре захочет в подворотню там с тыльной стороны заходишь вот и мы короче это надо рассказывать как бы в лицах очень прикольно я за счет вышел покурить ну или подышать воздухом короче вышел на улицу подходят ребята такие типа давай ты будешь вот чуваком который подходит грубо говоря рука мне нужна твоя подходит такой типа здорово а питерские уже отыграли до одно имелось ввиду группу москита и другой момент с этом же концерт очень прикольно мы играем уже вторую третью песню получилось так что играли играл и я пел и предыдущий вокалист женя пехтерев он жил на тот момент в москве и он приехал мы получается разделили сет на 2 на 2 на 2 половины он поет старые песни и пою новые которые уже москита написал со мной вот и 3 4 песня народ так сидит ногу на ногу руки скрестив там все сидит сидит наверно до 3 песни была боря встает из-за барабанов лидер еврейского фашистского подполья борис михалыч шейман стоит из-за барабанов микрофон походит и говорит а я чё-то не понял мы на сайкобили концерте или где а чё мы все сидим ну-ка фашисты давайте-ка ну подвигайтесь как-нибудь для меня музыка сайкобили это все равно интернациональная и примеров целая куча вообще потому что эту музыку играют блин мне кажется так же как и панк-рок вообще в любой стране мира есть хоть одна сайкобили группа мы примере из группа six six sinners из мексики там просто мексиканцы латиносы такие смуглые типы там как ты из но они ближе на самом деле чем мы корням ну конечно да они все-таки на американском киньене живут как минимум вот поэтому тут про сайкобили чё говорит для каждого каждого свое кто-то видит там это почему-то сугубо там этот фланг конфедерации который всех сбивает с панталойку вообще никто даже не может толком объяснить почему флаг конфедерации и какое отношение к сайкобили имеет когда это сугубо из англии вышедшая музыка но если брать чистый сайкобили он идет от метеорс метеорс тоже там непонятные какие-то там типы там сатанизм сатанизмом заигрывали свое время ну как там я время на что показное но но есть но есть но есть при этом есть при факт что ян дональдович стюарт известный нам всем человек играл с груз в группе клансмэн пел где полностью сопровождение его было из состава группы динамента гол сайкобили группу поэтому я не знаю но вообще я считаю что как бы в самой самой музыкальной составляющей никакой политики сайкобили быть не может потому что там вообще нет привязки к реальности это как король и шут то есть сказки страшилки там фантастика моя любимая группа из англии вообще клингон это для меня лицо сайкобили вообще потому что весь антураж который сайкобили на мой взгляд должно нести с собой эта группа вообще с лихвой просто делает вообще и до них не доплюнуть многим откровенно говоря и по музыке и по антуражу я был на их концерте в это металла одно из лучших вообще в моих впечатлений о концертах в принципе люди просто люди стояли на четвереньках просто были вообще в дупло просто вообще в дупло и они через полчаса после этого дупла выходят и просто делать такое шоу у них там выезжал такой этот тип клоун такой весь перстингован у него брови все пробиты там короче нос весь пробит на этом велосипед этот моноколесо вот это вот вот джонглировал там факелами там это вообще капец просто не знаю я я ничего не могу по этому поводу сказать я я если 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 притягивать за уши меня туда ну тогда блин да наверное я тогда чаяк тоже должен показывать ну блин я люблю чаяк зачем у них пока пусть летят такой же утрепещущий а как андерграундный музыкант зарабатывать на жизнь понятное дело что не музыкой я отвечу одним диалогом своим батей батя меня когда я начал заниматься уже в питере музыкой там играть в клубах там у меня спросил но вы профессиональной музыкой занимаетесь и говорю полупрофессионал ли это как иногда платят иногда нет вот и все профессионал как известно и су сугубо и свои из термина это человек который за свое умение дело которое получает деньги не надо путаться специалистом специалист может сидеть голос голой жопой уметь чего угодно делать но ему за это деньги не платят он просто специалист короче ты специалист но неправильно но иногда профессионал полупрофессионал как повезет иногда платят иногда нет да ну отлично и вот на этой оптимистичной ноте желаем всем стать профессионалами и специалистами одновременно мы и закончим наше интервью спасибо эти группу кикс о клок и фреглы спасибо саня